Всем привет, с вами Мила Хейл и я опять вас возвращаю в Йеллоустоун и сама возвращаюсь. Почему? Потому что я нашла свою потерянную карту памяти из моей камеры. Это мы сейчас вот в гостинице, вот такой вот вид вам показывала из окна гостиницы. Горная река, там горы на той стороне очень красиво было. А сейчас мы едем опять в мамонтовую деревню, мы здесь перекусим. Завтрак, по-моему, у нас тут был, я не помню уже. Вот, и я здесь буду гулять и снимать. Дело в том, что мы снимали вдвоем. Муж снимал, значит, у него своя камера, у меня своя. Я снимала в хронологическом порядке, то есть вот что вижу, то пою называется. А он снимал в алфавитном, он любит все, когда у него по полочкам разложено. Вот его кадры я уже показала в предыдущем видео, где там всякий гейзер такой-то, гейзер такой-то. То есть он себе как бы гейзеры поснимал, и потом вот все это я соединила. А я приглашаю вас сейчас погулять просто вместе со мной. Хотя вы уже немножечко гуляли по этой территории, если бы смотрели мои видео из Йеллостона. Но это вот мы утром приехали. Там я вечером гуляла, а теперь утром. Это вот мамонтовые деревни, вернее, мамонтовые горячие источники. Деревня мамонтов и горячих источников, вот так скажем. Вот, и я здесь уже гуляла. Мы здесь и вдвоем гуляли, и я одна гуляла. Немножечко вы это видели, кадры, но погуляйте со мной еще раз, если вам нравится со мной гулять. Вот, это такие горячие источники, которые проходят через... Вода проходит через какие-то слои кальция, каких-то минералов с кальцием. И она вот такая кальцинированная вода, она проходит, вверх поднимается и вот откладывается такими вот террасами. Вот, мы еще раз туда сходим, на эти террасы. Я сейчас вот, вот они, вот этой вот террасой, но это начало, их гораздо больше дальше там. Ходить не так просто, потому что я, опять же, торопилась, и это все вверх. Тут я где-то запыхалась, даже если услышите, не переживайте. Я все нормально оббегала. Вот они террасы. Вот это называется террасами нервы, террасами нервы. Вот они такими террасами откладываются красивыми, чем-то похожие на турецкие памуккали, да, или памуккале, я не помню уже, как правильно. Я тут много говорить не буду, только скажу, что очень много туристов из Китая, и они, знаете, такие, им нужно все потрогать, они такие очень любопытные. И вот здесь был такой случай, что турист вот сошел с этих мостков деревянных, здесь сходить нельзя, везде написано, что опасно и так далее. Действительно опасно, это серьезное место. И он хотел воду, что ли, забрать, вот что-то такое, забор воды сделал, так скажем, в каких-то медицинских целях, уж я не знаю. Тысяча рублей штрафа, то есть ни в коем случае с мостков сходить нельзя, ничего трогать нельзя, тут бывают и трагические случаи, поэтому нужно быть очень аккуратным. Я очень строго все правила соблюдала, вот тут ходила, и ничего со мной не случилось, это все нормально, стоит только, ну, просто нужно быть осторожнее. Вот, вот этот вот сам, сама эта деревня вот здесь, тоже красивая, в такой небольшой долине, а вот это вот какой-то тоже горячий источник. Но так как это я еще снимала до того, до самого большого источника, я еще не видела вот эти другие термальные источники, поэтому он на меня сильное впечатление произвел. Я никак не могла оторваться, не любовалась им, стояла, и вам показываю, и со мной полюбуйтесь, не торопитесь никуда. У меня есть канал, другой канал, где я ничего не комментирую, просто вот с музыкой вот это выставляю, эти видео. Мне написали в комментарии, ваши видео очень хороши для медитации, то есть, ну, красивые виды, и, да, для тех, кто отдыхает, медитирует. Вот, хотите, я вам ссылку дам на этот канал, если вы не хотите слушать моих объяснений, а просто с музыкой вот это вот все смотреть. Нельзя здесь никуда вступать. Мало того, что здесь опасно, кроме того, это еще и достаточно хрупкое такое, знаете, создание природы. Здесь вот эти ручьи, они меняются постоянно, какие-то хрупкие очень вокруг вот этих вот источников, какие-то хрупкие породы там. Можно это все испортить, поэтому ни в коем случае. Деньги нельзя бросать, там кто-то кидает какие-то монетки, знаете, дурацкие всякие такие. Есть суеверия, что там вернуться, не вернуться. Ой, фонтан, ладно, ну вот в источники-то кидать. Ну, народ вот бывает и кидает в источники. И, в общем, ну, тут всякие предупреждающие знаки, надписи висят. Я поближе вам тут добавлю, все приблизила. Вот, все, я не буду больше ничего рассказывать, просто вот походите со мной. Сейчас мы, вот видите, какая такая, домики там, в такой долине стоят. Это вот как раз вот эта мамонтовая деревня. Вот, и я сейчас пойду туда повыше, поднимусь, как только смогу. Я тоже вокруг все это не обошла, потому что там очень долго нужно ходить вокруг. И вот я сейчас смотрю, мне кажется, что я все самое красивое пропустила. Я уже ничего мужу не говорю, потому что он даже сердится на меня. Говорит, что невозможно все посмотреть. Вот повод вернуться сюда. Очень хочу. Вот они, эти ручьи, видите, разноцветные такие. И они все время меняются в одном месте, все в другом. То есть такая живая природа даже здесь. Ну все, в общем, погуляйте со мной. А я пока другое буду собирать, хорошо? Все, счастливо, всем пока. А-а-а! Кас! Молосить! Артанатский руси! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Вау. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok